Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую, с вами Петром Рауф и вы смотрите ежедневный обзор рынка, в течение которого мы с вами посмотрим, что происходит на фондовом рынке, на крипторынке и также на рынке Форекса. Основные новости разберем, экономический кандидат тоже разберем и посмотрим, какие есть движения на самых активах, на мета-трейдере и также на платформах других тоже. В целом, по поводу сегодняшней темы, по поводу роста крипты и прорыва максимумов по биткоину и роста многих других альткоинов, о которых мы сегодня тоже будем говорить и книг графики тоже будем разбирать. По некоторым есть некоторые сигналы, которые дают, довольно интересные. Единственное, что JP Morgan недавно заявил о том, что, друзья, придется усагорчать, но, скорее всего, этот рост признак того, что рынок перекуплен и это все пузырь на рынках альткоинов. И это была новость, которая по факту вышла вчера. И, конечно, можно к этому относиться по-разному. Можно считать, что это, опять же, самые большие банки, которые, кстати, тоже заводят точно такие же криптокошельки, точно такие же инвестиции и так далее, просто решили, наверное, все-таки сам и задавать трендеры просто не успели закупиться и поэтому хотят создавать какого-либо там определенного, то есть спекулировать, да, снижение, с помощью которого они смогут просто снова войти в рынок. Можно с этой точки зрения на это смотреть, но, как ни странно, на рынках также и в политике не важно, кто прав или где правда, важно, кто задает тренд и как уловить этот тренд. То есть, ну, есть такой нюанс. Поэтому не огорчайтесь, но, в целом, есть такой нюанс. Кстати, по крипте, по новостям и по активам, криптоактивам, которые есть некоторые сигналы, некоторые интересные штуки, которые вчера, кстати, вышли и сегодня. Стоит заметить, что по Argon, по Research и по Iota, это три крипты, которые, кстати, успели вырасти на росте биткоина. Дают неплохие сигналы о том, что они могут дальше расти. Это у нас по факту Research, PR, который вы видите, довольно интересно вырос на 15-минутном графике. И по Argon тоже, кстати, тут есть определенное накопление, которое может взорваться в ближайшее время, если такие большие банки, как JP Morgan или же регулятор не начнут подавить снова все это. И Iota, конечно, смотрится не очень хорошо, но, в общем, по моему мнению, Research довольно красиво смотрится. По поводу Solana, которая, кстати, занялась седьмое место самых лучших криптоактивов. И это место раньше было у Dogecoin, но Solana его заняло. Кстати, тоже интересно, да? Solana, это у нас является конкурентом, главным конкурентом Ethereum, а Dogecoin разработан на платформе Ethereum. По поводу Solana и по поводу его всплеска, который мы здесь тоже видим на 15-минутном графике, и о том, что на самом деле, до 150 еще есть место относительно, если учитывать данное накопление. А по Dogecoin, к сожалению, ситуация немножко не очень хорошо, но, опять же, это все будет зависеть от дальнейшего движения Ethereum. По поводу ZILIKA. Интересное название. Есть интересный сигнал о том, что рост может продолжаться, всплеск был довольно хорошим. Единственное, что мы получили отбой от довольно важного сопротивления. ZIL USD. Но ниже вот этих сопротивлений, если не спустимся, то, скорее всего, дальше нас ожидает рост. И обращаю ваше внимание на Stellar, о котором говорят, что может еще вырасти до 0,43. И вот его график. И вот отметка 0,43, которая довольно очень далеко находится выше вообще исторического максимума. Но есть такой сигнал по Stellar. И по поводу channeling, по поводу полкодот, и по поводу биткоина в целом позитивно тоже смотрят аналитики на рынок. Вот у нас полкодот, который, кстати, создает определенного сужения, поджатия к минимумам. Но все равно нужно обращать внимание, что тут тоже, в случае, если мы не зайдем ниже вот этих максимумов, ниже вот этого сопротивления, то, скорее всего, нас ожидает даже рост. В общем, по нем есть довольно красивая картина. В середине вот этого импульса возьмем просто, чтобы снова войти в рынок. Скорее всего, по покупкам имеется в виду, да? А по link или же linkchain, если я правильно его произношу. Chainlink, извините. Тоже, кстати, картина довольно красивая. Ближайшие поддержки, историческое сопротивление, хороший уровень. Можно протестироваться, но дальше, скорее всего, ожидает рост. В общем, это у нас по крипте. И в целом, по поводу того, что ожидает от самого биткоина, от самого эфириума, тут могут на них еще немножко поддавить. Меня очень сильно смущает саму ситуацию, которая на биткоине у нас. Закрытие, ну, как бы, да, раз, причем второй раз ниже, психологического сопротивления. 50 тысяч. Это очень сильно смущает относительно. И, ну, если пойдем ниже 49 тысяч, в целом, это не очень хороший сигнал. Поэтому обращайте внимание на альткоины, которые, возможно, по которым, скорее всего, есть сигналы, но они могут из-за вот этой коррекции, которая есть у биткоина, картосрочной, немножко просесть. Но это тоже возможность, чтобы закупаться снова. Пока еще мы не, у нас нету сигнала о развороте вот крипторынка. Но регуляторы этому будут добиваться, регуляторы будут хотеть этого, скорее всего. И по эфирам, кстати, вот вчерашняя дивергенция и снижение. Но, как мы видим, оно очень красиво смотрится все равно. То есть, нету вот, то есть, сильная амплитуба. Но, друзья, на фондовом рынке происходит совсем другая ситуация. Акономический календарь сегодня довольно такой богатый. Стоит на него обращать внимание. Не забывайте, когда на рынок приходят такие моменты, как моменты ожидания, которые сейчас, которые мы видим, да, и по S&P видим, и по должности видим, в таких моментах очень сильно хорошо отталкиваться от более масштабных факторов, которые есть на рынках. То есть, имеется в виду, если у меня, например, график распространения COVID, да, и исходя из этого снижения, которое в прошлой неделе произошло, можно было догадаться, что по факту золото не будет расти, да, как защитный актив. Или же позитив на рынке фонды, на фондовом рынке, и также на рынке нефти будет немножко продолжаться еще, да. Ситуация, которую мы видим, кстати, по рынку нефти. В целом, это просто вступление. Но мы все эти обзоры, все эти индикаторы и фондовый рынок тоже сейчас разберем. По поводу календаря сегодня в Британии в 11.30 по МСК, сектор, получается, бизнес-настроение, да, то есть, сектор услуг и композитный сектор услуг, сектор производственный сектор, то есть, PMI. Вот. И они, к сожалению, не очень позитивные. Это замечательно. Хотя есть еще момент по поводу европейских валют. Еврозона собирается сворачивать стимулы, об этом заявили. Но, опять же, это делают, когда неизвестно. Но об этом просто заявили. Поэтому доллар немножко может смотреться сильно. Он может смотреться сильно и сам к самому индексу тоже сейчас перейдем. Дальше по календарю у нас в 3.30 довольно важные тоже релизы по США, помеска, и нужно их обращать внимание. Смотрите, с позавчера мы получили релизы по рынку, которые до США идет все на снижение. То есть, это уже показатель того, что, ой, демократы сейчас в Сенате начнут говорить, что, ну, ребята, мы же еще не восстановились. Вот рынок труда снова падает. Зачем стимулы сворачивать? Тиражная, или позавчерашная, о чем мы говорили по поводу отставки Джерома Павла, который собирается уже под давлением всего ФРС, просто снизить ставки. По факту. Почему? Потому что большая половина самого ФРС по факту относительно уверена в том, что нужно повышать уже ставки процентов. Он может встречать монетарную политику. Но вот тут такая ситуация получается. В долгий срок может это быть хорошо для того, чтобы они просто не сворачивали стимулы и отсрочили повышение процентов ставок до следующего года? Могут ли перепугнуть Джерома Павла? Вот. Вот этот момент может очень хорошо помочь дальнейшему росту на СНП, то есть на фондовом рынке. И немножко поддавить еще доллар, чтобы он спустился ниже. Но технически этих сигналов на графиках сейчас нет. Вчера-позавчера очень мучительно и СНП вырос, и очень мучительно доллар упал. То есть амплитуды предыдущие, которые происходили и на долларе, и на СНП, и на Dow Jones, они были гораздо сильнее. А они как-то стали уже, они стали какими-то менее сильными. То есть этот общий тренд, да, снижение доллара, повышение. И рост СНП и Dow Jones, фондового рынка, она стала немножко уже слабее. Стоит ли задуматься о том, что будет дальше? Разворот или что-то еще, да? Стоит, наверное. Индекс менеджера по снабжению для непроизводственной сферы тоже важный. Релиз 17 по 0.0 по MSK 6, это не то же снижение показывает. Это все может быть не так хорошо, не так плохо для доллара, как плохо для СНП. С другой стороны, в случае, если на самом деле будут какие-то заявления центробанков, имеется в виду ФРС США, по поводу того, что отстрачивают, то есть будут отложить повышение ставки или же ожесточение монетарной политики, то это может быть хорошо поиграть на СНП 500. СНП 500, посмотрим на его картину. В данном случае СНП вчера прорвала локальный максимум, но обращайте внимание, перед идущей разы, когда она прорывала локальные максимумы, она выросла довольно хорошо. То есть она по итогам прорыва этих локальных максимумов, она реально выросла довольно лучше. Там раза в пять она выросла сильнее. Сейчас этой картины нет. Технически этой картины нет. Поэтому, насколько можно ставить на дальнейший рост в ближайшее время, я не очень-то и уверен. Обращайте внимание на индекс доллара США. На индекс доллара США, обращайте внимание, то ситуация тоже не особо смотрится хорошо в плане продажи доллара. То есть мы видим, что предыдущие амплитуды очень красиво по каналу спускали доллар. Сейчас этой ситуации не видно. И 92.20, эта отметка довольно тоже важная. Она здесь протестировалась. И это по факту сопротивление и зеркальная отметка относительно. Посмотрим более исторически, на дневном графике, отметка, которая сейчас тестируется, друзья. Она реально может, да, то есть у нее есть еще потенциал снижения, но она уже может остановить снижение доллара. То есть насколько можно ставить на дальнейший спад доллара? Можно, в средние сроки можно, но, обращайте внимание, завтра в выходной. То есть они спокойно могут с ГЭПом открыться с понедельника. Доллар может с ГЭПом нисходящим открыться, а с НПС восходящим ГЭПом. И просто после этого, уже со следующей недели, может начаться укрепление доллара. Уже так постепенно, постепенно, постепенно после открытия ГЭПа. Поэтому на это обращайте внимание. Сегодня я бы не открыл никаких сделок по факту на фондовом рынке или же на... То есть на Форексе. Мы сейчас просто смотрим на корреляцию, чтобы догадаться, какие будут сценарии по Форекс парам, по факту. И наш любимый Dow Jones, который, кстати, показывает очень красиво, что, друзья, не рассчитывайте на дальнейший рост СМП. Но, опять же, понедельник может всех нас удивить. Выходные открытия рынка в понедельник может всех нас удивить восходящим ГЭПом на фондовом рынке. Это факт. Не ставьте на это никакие ставки. Просто такие случаи бывали, бывают и могут произойти еще раз в очередной раз. Особенно, когда крипторынок тоже само по себе хочет уже отдохнуть. Но по ней видно, что она уже как бы идет на консолидацию. Просто после импульсов предыдущих. Поэтому капитализация может просто снова вернуться в традиционный сектор. Исходя из этой сценарии, по поводу евро можно сказать, что по факту движение вверх может еще продолжаться. У нас целевая отметка прорвалась. У нас она была в районе 1.18. Она прорвалась. Поэтому движение вверх мы даем еще. Тоже на него потенциал есть. Но, опять же, если будут импульсы, друзья, возьмите все и уходите. По покупкам. По фунту. Фунт уже, кстати, показывает, что возможно разворот. Но в случае, если что, восходящий импульс, если будет, закройтесь. Если вы уже в безубытке, то просто закройтесь. Наверное, если будет сильно до середины вот этого импульса, если цена упадет, то есть приблизительно до 1.38-20, то, наверное, лучше даже не дождаться его и просто закрыться. По австралийцу, по новозеландцу. Тоже, кстати, тут уже импульс есть. Мне кажется, что дальше мы ждем снижения в течение дня. В течение дня, возможно, ждем снижения австралийца, новозеландца, евро и фунта. А потом, когда подойдет до американской сессии, из-за нехороших этих релизов, возможно, будут дальнейшие падения доллара. То есть пока доллар во время европейской сессии, она пока растет. И против него австралийца, новозеландеца, они могут падать. Особенно из-за вот этих импульсов, которые они создали. Ну, конечно, на евро, это четырехчасовый, на евро его не особо видно. Они уже разворачиваются, но уже после импульса. А австралийца еще не особо так и развернулась. Поэтому по поводу австралийца и новозеландца, скорее всего, можно еще не войти, какие там продажи особенно. Но по поводу фунта, евро, они уже показывают на определенного рода разворота с верхней границы канала. То есть тут есть канал, если что, потом нарисуйте, увидите. По поводу золота, по поводу защитных активов, обращаю ваше внимание, золото не растет. В последнее время. И для этого есть очень классный индикатор. Пользуйтесь им. COVID-трекер из Bloomberg. Показывает, как распространяется COVID в мире. Мы получили за последнюю неделю на самом деле снижение количества заболевших в мире. Нет новостей по этому поводу. Ну, и не растет золото. И по поводу вакцинации. Все уже смирились с тем, что, ребята, возможно, им нужно будет третий раз вакцинироваться. То есть, ну, там, не просто два укола, еще третий. Фаучи об этом сказал, что он не будет удивлен, если скажут, что, если и ВОЗ скажет, что и третий, третий вакцина, то есть третий укол нужен. Поэтому по поводу золота в середине сроки в рамках канала, конечно, есть очень классная возможность. Но, смотрите, вот эти импульсы, это все просто для того, чтобы разносить. Все для того, чтобы разносить. Цели на самом деле вот они гораздо уже. То есть, 1018.20, 1018.10. В рамках этого канала, скорее всего. Если что-то и будет, то и будет. А выше, ниже, это все для того, чтобы вас разнести. Но если выше 1820, то это просто, наверное, на каком-то очень-очень ужасной новости. Или же на очень резком спаде фонда рынка. Может ли Джером Павел перед тем, как попросить его уйти и просто поменять, очень сильно ужесточать монетарную политику? Может. То есть, если такие вещи произойдут, то я думаю, что да, золото может относительно тоже вместо доллара показать, что растет. Почему? Потому что корреляция иногда теряется. Друзья, на это тоже обращайте внимание относительно доллара к золоту, относительно доллара к S&P. Пока есть корреляция из-за инфляции. А по поводу золота, немножко корреляция потеряна. Временами теряется она. По поводу серебра, ситуация тоже смотрится хорошо внутри дня. А так нет. То есть, внутри дня в рамках диапазона. Какого диапазона, опять же? Мы уже, кстати, над сопротивлением 24. Лучше тогда, скорее всего, лонги держать до 24.07. Опять же, сколько тут? Приблизительно 100 пунктов. Нужно очень аккуратненько работать. И внутри дня, скорее всего, есть такой диапазон роста. Но, опять же, если у нас доллар США будут показывать рост в течение сессии европейской, то тут этот рост, который мы ожидаем по золоту или же по серебру, может быть не таким уж сильным. Несмотря на прорывы вот этого сопротивления. Поэтому, обращайте внимание, доллар в целом не должен расти. Но если он сделает восходящий импульс, чтобы просто разнести тех, которые работают по тренду, или тех, которые просто зашли недавно по тренду, то ситуация может измениться. По нефти, тоже, кстати, 70 долларов протестировалось, как и ожидалось со вчерашнего прогноза. 70-30. И сейчас мы под 70 долларов. Я бы не ставил на дальнейший рост. Скорее всего, мы дальше ждем консолидацию или же снижения, или же резких снижений, которые просто сбрасывают покупателей и пойдут дальше. Эти риски снижения будут приблизительно до 68-60, то дальше можно зайти. Если они будут ниже, и цена закрепится ниже в середине импульса, вот этого, то, скорее всего, дальше может снижение продолжаться. Друзья, спасибо, что посмотрели этот обзор. Надеюсь, что вам понравилось. В случае, если будут вопросы, обязательно не забудьте пишите в комментариях. Подпишитесь на наш канал, чтобы пользоваться всеми инфраструктурсами, которые мы вам даем. По факту, в нашем канале выступает очень большое количество аналитиков. Очень интересный обзор у Александра Михайловича Ерченко, у Сергея Заботкина и у Виктора Макеева тоже. Вы можете все это посмотреть. В случае, если подпишетесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы просто быть в курсе, когда эти обзоры выходят. И в целом, желаю всем хорошей торговли. До следующей встречи, до понедельника. Не суетитесь. Всем хорошей торговли. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»